здрасте всем друзья привет уленьки финалочка золотого колоса подъехала в принципе я вам расскажу что у нас происходит сегодня насколько запущена ферма когда на ней ничего не делаешь и друзья продадим сегодня покатаемся все что мы насобирали заработаем кучу бабла назначится погнали посмотрим что происходит по полям я не делал ровным счетом ничего вот посеянные урожай которые были соя и свекла я их даже не убирал это время тут все просто далее сады и теплицы в общем то теплицы я тоже ничего не делал хотя времени прошло довольно много сад он растет сам то есть сейчас удобрение 0 урожайность ух ты даже урожайность прям 0 будет я думал там к эта копейка будут а он находится в стадии отдыха ух ты я могу дальше заниматься садом короче он один раз созрел и урожайность была типа нулевая некоторые урожаи из садов у нас уже есть получается даже два урожая один нормальный один никакущий но это мы трогать не будем тут не сильно много это нам сегодня не интересно далее друзья заводики значится завод соков и джемов джем и произвелось миллион хотя мы рассчитывали миллион двести как это получилось я без понятия все было рассчитано по поводу линий производства сока тут требуется техобслуживание но я не могу его сделать потому что у меня не хватает денег сок еще производится но короче вот этот вот миллион триста мы продадим сегодня остальное пусть делается также друзья корма смеситель я запускал потому что у коровок закончилась и забыл его выключить поэтому у нас очень много моносмеси и нихрена нет травы у коров но это ладно это не проблема также друзья на молочном заводе у нас выполнился контракт но это такое прям несерьезное вообще занятие но 50 кубов молока продадим с ним больше нечего делать мясо комбинат закончил свою работу тут все как планировалось 300 кубов колбасок 100 кубов пельменей и 400 кубов тевтелек это дело мы тоже сегодня продадим рыбный цех у нас работает я заранее туда всю рыбку перевел но короче с рыбой мы наверное не успели просто немножко если мы откроем рыбхоз в третьем пруду она не созрела еще я отправил уже на переработку и в четвертом пруду что он созревание икры 32 процента короче рыба это длительное занятие но тут прям много будет выхлопа в итоге но и рыбный цех соответственно тоже работает довольно медленно это вот за два дня он всего сделал принципе по прицепу рыбы заморожены и консервных рыбных консервов тоже можно продать сахарный завод тут есть немного сахара на пускай он лежит и жмых тут в общем то все нормально и по заводам в общем то то и все так что можно начинать развлекаться с продажами делать мы это будем все на паровозике и соответственно на мане на ман мы подцепим прицеп рефрижератор потому что всякую вот эту вот мясную канитель можно возить только с помощью него ну или же взять маленький контейнер рефрижератор но не хочу поэтому давайте подцепим контейнер начнем друзья с молока там нет точнее там на двух складах у нас находится наше молочко я думаю что но у него маги его заберут поэтому совсем недалеко придется ехать цепляем прицепчик и погнали на молочный вот этот завод он вроде должен работать сейчас то что тут минимально литров не хватает это друзья все неважно такое случается почему джема произвелось мало вот это я не очень понимаю хорошо но ладно загружаем молочком или тут лишний литр произвелся наверное нет и со второго склада тоже загружаем чего на два разных склада выгружается тоже ладно я знаю почему мне разрабы объясняли механику работы как это работает но уже ладно 49 999 отлично погнали выгрузим это все дело в универмаг он тут рядом находится я даже не буду смотреть где продается подороже нет смысла универмаг тут вот за углом находится выгрузим просто тупо туда и масло сейчас тоже отвезем именно сюда так стой 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 все выгружаем молочко молочко стоит недорого поэтому заниматься им особо нет смысла единственное почему мы это сделали потому что некуда было девать наше молоко ну и в общем то мы отправили его в переработку кстати у нас же еще шерсть есть на овчарни шерсть тоже можно будет продать готова 64000 можно будет продать а можно будет не продавать может и не будем просто в масштабе наших сегодняшних доходов за мясо комбинат джем ток и рис продажи каких-то 200 кубов шерсти это но прям не что сами понимаете так с масло нужно освободить склад а то с нас будут списывать денежки за это шесть кубов с одного шесть кубов с другого в нормально готова щит тоже это все сделано универмаг везем и все у нас будет прекрасно выгружаем масло масло видимо стоит подороже чем молоко потому что 58 тысяч за 12 кубов слушайте неплохо вполне себе неплохо вот ладно этот товарищ тогда мы его ставим на автодрайв смотрим что у нас есть на заводике мясо комбинат начнем друзья с пельмешков их у нас 100 кубов смотрим цены или миши 100 кубов можно отвести на же дистанция бокс номер 14 слушайте я боюсь что есть вероятность того что мы не сможем прям все продать ну ладно будем смотреть в первую очередь друзья пельмени же дистанция бокс номер 14 не забыть бы так пельмени у нас должны точно в холодильнике хранится это логично же дистанция бокс номер 14 пельмени две поездки шуруй у нас друзья большой минус еще у нас 500 тысяч кредита если кто не в курсе с прошлой из прошлой серии но ща мы это быстро порешаем нам нужен только наш паровоз я надеюсь что линия сегодня будет работать скажи друг что ты работаешь ж.д. маршруты отлично куда мы едем правильно мы едем на элеватор именно там находится товарные склады на которых лежит рис у нас друзья есть три контракте к на джем носок и на белый рис и вот 1450 миллион 450 мы продадим а вот так вот да заводим наш паровозик ждем пока он сейчас чуть-чуть прогреется готова цепляем вагончики сдай тоже готова и выдвигаемся к нашему элеватору на загрузку загружаемся и встречаемся с вами а пока мы тут заполняемся у нас уже приехала первая партия пельмешков на ж.д. станцию и мне очень нравится то что наш баланс потихонечку идет в плюс сколько мы получим за пельмеши за 50 кубов пельменей 220 тысяч вот это по нашему почему падла ты не заполняешься в итоге мы загрузились это конечно довольно геморройное занятие приходится вагончики цепля здесь чтобы разгружаться вот полный состав у нас риса и теперь мы заказываем себе маршрут из элеватора в порт самый длинный блин но он как выпало так выпало и в общем-то понеслась а пока мы тут выезжаем у нас уже и пельмешки продались еще 220 тысяч а лепота в общем-то сейчас доедем продадим рис и отправим пельменного нашего мастера куда-нибудь в другое место тут на склады не само удобно добираться приходится маневрировать но ничего страшного ну и вот друзья ох ты что за звук а мы кажись и словили момент когда корабль из порта уезжает я видел скриншоты я знал что это есть но а он приезжает наоборот в порт понятно я знал что это есть я видел скриншоты но никогда сам не ловил потому что мне не особо сильно это интересно вылавливать кораблик но ладно значит у нас на балансе с 907 тысяч уже это значит что мы во первых можем кредит оплатить но и вообще можно считать что ура мы богаты наверно один состав мы отвезли по 134 почти 135 тысяч у нас вагона получается погнали зарядим еще нашего мана который возит все вот это вот добро заводики что мы дальше будем возить мы дальше будем возить колбасу у нас ее 300 кубов это на 6 поездок но боюсь что нигде колбасы столько принимать не будут черт вообще все грустно давайте начнем с универмага нет начнем мы же до станции бокс номер 14 туда один раз можно съездить поэтому колбасу давай вези сразу же начал загружаться а я возвращаюсь к нашему паровозику и еду загружаюсь и на общем то мы встретимся когда будет понятно с колбасой все просто туда доедет наверное раньше чем я доеду да куда нам надо в элеватор нам надо ехать да в общем-то понеслась да здесь даже до станции вот я мимо нее проезжаю имам уже сюда приехал тут мясо комбината на ж.д. ехать совсем недолго ну ладно сейчас посмотрим сколько у нас будет за колбасу за один прицеп колбасы за одну фуру колбасы все понеслась и тут на первый взгляд уже довольно много получается это меня радует сегодня денежков будет прям очень много у нас таких заработков еще наверное никогда не было ни в одной карьере хотя не знаю 294 тысячи дороже чем пельмени колбаса стоит на самом деле так оно и есть так народ пока у нас тут заполняются последние вагоны 2 осталось опаньки здесь монетка где-то где где-то здесь должна быть возможно вот на этих ящиках падла где же ты ешьте а найду есть у меня подозрение что на крыше где-то как туда попасть скажем так честным способом я вот на крыше смотрю нету как бы там или есть черт она сводит меня с ума все я на крыше но здесь нет монетки и на 1 не на 2 падла где-то я тебя не вижу у нас где-то здесь а я ее взял я видимо очень слепой и ее не видел ладно так 100 тогда ставим загружаться еще один вагон их приходится вот так вот по парам отцеплять потому что срабатывает триггер на других складах вот заполняйся а мы пока возвращаемся к нашему колбасовозу о боже что за слово что у нас тут по вместимости давайте начнем с универмага там очень часто это все дело обновляется поэтому поэтому до начнем с универмага это у нас точки продаж нет универмаг отдельная вывел универмаг мебель наверное туда мы отправим три раза и все он погнал я возвращаюсь к нашему паровозику он почти загрузился и в общем-то продаем состав и опять встречаемся наверно аманта падла да быстрее меня добрался до универмага хотя тоже через всю карту надо было ехать первый прицеп колбасы он продает а я тут уже переехал порт сейчас и я тут тоже все по-быстрому продам на поезде все равно быстрее чем маном возить было бы упс переехал переехал или нет нормально идеально стал нет переехал черт и последний вагончик продан еще 250 кубов осталось контракт будет закрыт в общем то опять таки еду я загружаться из порта на элеватор не знаю кто быстрее справиться я или колбасный наш перевозчик но в общем то когда он закончит или я тут загружусь тогда же мы и встретимся а я друзья оказался чуточку быстрее чем наш колбасюн десятку бов мы загружаем вот в этот вагон и контракт в общем-то будет выполнен он сейчас второй раз приехал из трех на универмаг у нас баланс уже перевалил за 2 миллиона а мы же друзья отсюда поедем за током или джем сейчас посмотрим что из этого надо в порт возить задание джем мы везем на ж д станцию а сок мы везем в порт правда на другие пути что не очень круто так белый рис давай обратно сюда вот поэтому мы сейчас едем черт походу мы никуда не едем или вот а элеватор садовый центр мы можем спокойно точнее садовый центр а сады мы спокойно можем сейчас туда доехать несмотря на то что где-то паровозик куда-то поехал и магистраль занята но мы все равно можем добраться до садов эта часть путей открыта вот уж друзья реально где у нас маневровые работы туда-сюда обратно катаешься а у нас компоста кстати нету на сад х я в будущем не смогу его полностью забубенить хотя с другой стороны если за час справимся его купить навоза или даже отвезти своего может его там чуть есть может нормально будет может и хватит да все запущено все ой как запущено так я надеюсь сейчас же без прикола все у нас загрузится здесь до в третий вагон а может статьи нет тем временем колбаса уже тоже загружается последняя в инспекторе это видно да немножко длительно конечно процесс этот весь но мне нравится паровозчики здесь эта тема я надеюсь пути освободятся к тому времени на 3 вагон подгоняем вот к этому складу потому что на том нету 100 кубов хотя может быть имело смысл оттуда забрать так 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 стой 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 сок о нормально наверное имело смысл да действительно оттуда забрать но в следующий раз так сделаем не проблема все последний вагон у нас заполняется мы сначала конечно везем продавать белый рис сады порт ну вероятнее всего man конечно опять быстрее нас туда доедет но ничего страшного мышь не наперегонки с ним катаемся правильно хотя было бы хорошо если бы он успел за пять минут чтобы до 9 утра там выгрузить потому что вы скорее всего в 9 там обновиться вместимость ну и мы тоже полетели я друзья психанул паровоз даже оставил на рельсах вообще пофигу пошел выгружаться сам потому что времени не осталось он вы не успел я его перехватил да чуть-чуть даже не успел это от 9 утра смотрим что у нас по вместимости сейчас цены колбаса на универмаге нифига не обновил обновилась но стало прям совсем немного зато на же дистанцию бокс номер 10 обновилась в 9 утра это приятно сколько у нас осталось колбасы мясо комбинат колбасы осталось на две поездки значит же дистанция бокс номер 10 две поездки давай шуруй а мы друзья возвращаемся к паровозу я чуть-чуть не доехал но еще есть четыре минуты так что ничего страшного выгружаем белый рис выгружаем последний вагончик риса и сейчас нам друзья надо будет отсюда выехать и поменять пути потому что выгрузка у нас будет идти в седьмой склад контракт на поставку белый рис выполнен прекрасно следующее будем выгружать сок и вот эта игрушка уже намного подороже нам нужно в седьмой бокс вот он напротив находится увы отсюда грузчики таскать это все дело не будут поэтому меняем опять-таки путь я друзья чуть не продал сейчас неправильный бокс наш сок но что друзья здесь ценник поинтереснее 550 тысяч мы будем получать с каждого вагона если я правильно посчитал 551 700 да да это в общем то простая математика но что выгружаем еще два вагона 300 кубов привезли еще осталось 1000 кубов то есть еще пять с половиной миллионов мы тупо на соки заработаем а там еще лежит джем что самое приятное в общем то поехали загружаться за это время скорее всего колбаса у нас тоже да продастся вся причем там встретимся будем с тефтелями еще разбираться я тут гружусь у нас man последний раз съездил за колбасу отвез сейчас он поедет на мясо комбинат и моему тефтелек зарядим я думаю что он все равно доедет быстрее чем я тут загружусь ездит он на же дистанцию там ехать понты скажем тогда не очень удобно что разбросан тут везде по разным складам сок и джем собирать его с разных мест не очень удобно да ничего страшно было прикольно если можно было еще автодрайв поставить на паровозик а или автопилот какой-нибудь самому пойти что-нибудь другое делать хотя может и не очень прикольно на поменьше мне например нравится на паровозике есть я об этом уже миллион раз говорил черт я поставил выгружаться сок ладно не на ту кнопочку нажал бывает потом загрузим этот вагон если не забудем пока она загружается последний вагон man как раз прибыл на мясо комбинат у нас остались тут только тефтельки заводы мясо комбинат тефтели 400 кубов у нас этих самых тефтелей то бишь тоже 8 поездок посмотрим цены тефтели ну начнем три поездки на ж.д. бокс номер 10 и там будем смотреть еще в порт можно будет его отправить и давайте сейчас его в порт отправим не давайте сначала на ж.д. бокс номер 10 3 поездки а там в общем то будет видно он успеет сделать пока я один раз съезжу упс отмена я не поменял здесь колбасу на тефтели вот тефтели он успеет съесть прежде чем я отвезу сок наверное разгружусь он три раза успеет съездить мы же возвращаемся на паровозик и надо загрузить еще четвертый вагон то что я случайно высыпал загружаем эти девять кубов и оставим себе опять-таки маршрут сады порт и полетели в порт какая тут качусь у нас первой тефтельки прибыли уже баланс перекинулся за 5 миллионов сколько же у нас получается с одного прицепа тефтелек 247 тысяч щикардос последний вагончик у нас продается из того что мы сейчас привезли еще 500 тысяч мы получаем и баланс уже восемь с половиной миллионов пока я доеду до садов скорее всего тефтели у нас тоже продадутся посмотрим в общем опять едем на загрузку османом и таки встретились на железнодорожном переезде на секунду раньше бы man заехал за шлагбаумом у него уперся могло бы его то ли шлагбаумом придавить то ли бы он остался на путях и мы бы его снесли нахрен слушать а есть у меня идея давайте в конце ролика посмотрим что будет если на переезде оставить какой-нибудь транспорт и снести его поезда просто знаете дополнительный контент мы друзья ставим на загрузку последний вагон и тем временем у нас продается последний прицеп с тефтельками поэтому сейчас мы как раз и переставим на другой маршрут нашего мана так сюда мы загружаем последний сок а сами переходим в мана смотрим что у нас по ценам по тефтелям где еще осталось на них место но две поездки в портбокс номер три он сейчас может сделать портбокс номер три давай шуруй я думаю что мы с ним там как раз и встретимся скоро пока мы будем выгружаться он тоже туда приедет потом друзья в 10 часов скорее всего опять обновятся на свободное вместо и что-нибудь мы еще куда-нибудь его отправим мы же друзья переходим в наш паровозик опять-таки заказываем себе маршрут сады порт и в общем-то понеслась везем туда наш сок на этот раз друзья я приехал быстрее чем манов порт но вот разгрузиться полностью я не успел или успел наверное не успел он быстрее да и до 3 порта чем я начну разгрузку до 3 бокса хотя хз там кучу разворотов все надо объехать плюс он медленно будет подъезжать к боксу хотя я тоже не особо тороплюсь выгружаем последний вагонщик man сейчас тоже подъедет привез он тефтельки а мы тем временем контракте кто и выполнили еще 550 тысяч мы получаем у нас на балансе уже 11 с копейками миллионов поезд у нас загружена сейчас два вагона джема но джема нам нужно вести тоже миллион это в любом случае два состава то есть езди ехать два раза поэтому сейчас нет смысла заезжать выгружать его задание джем так давай сюда я в общем то опять таки поехал на загрузку man в порт точно быстрее съездит но там в общем то и посмотрим что да как спорт или в порт сады да итак друзья 10 часов утра мы заполнили еще один состав у нас еще один прицеп продался давайте манера перескочим этот самый man который ей down driving to parking place цены тефтели мы сейчас продаем где у нас еще есть обновилась на универмаге два прицепа можно отвезти в универмаг сколько у нас этих самых тефтелей осталось то на заводе на мясо комбинате 150 кубов у нас осталось 50 кубов пока поддевать некуда ну ладно ничего страшного давай друг шуруйна универмаг мебель опять-таки там просто триггер удобнее находится для длинного и тоже два раза а мы же друзья едем продавать джем едем на же д-станцию уже на этот раз сады же до станции склады там придется конечно немножко попетлять но ничего страшного понеслась но и друзья вот он последний вагон с джемом быстренько я тут все отвез последний вагончик мы выгружаем ну и несложно посчитать что мы 712 почти 713 тысяч за один вагон получаем и на балансе у нас уже 19 копейками миллионов также на этом поезде друзья я привез еще вагон клубники и вагон сока это то что лишнее осталось сок произвелся вот пока мы все это ездили произвелось еще если он был заранее контракт взяли бы побольше но друзья у нас еще не все тефтельки продались по моему там еще 50 кубов то лежит так перепрыгнем через шлагбаум который не хочет открываться даже для меня мясо 0 литров что-то там не до переработалась но до 999 же было пельменей наверно тефтелей в общем-то 50 кубов осталось мы их загружаем смотрим где осталось место тефтели 14 и 13 кубов черта ведь нигде и не влезет ладно потом куда-нибудь отправим можно будет и время мотнуть если что также у нас есть сок и мы находимся на же дистанции в принципе можно его будет прямо вот в этот же бокс который мы высыпали высыпать тоже неплохо и давайте еще посмотрим куда клубнику мы сможем высыпать клубника же дистанция бокс номер два и бокс номер один вот в эти два бокса можно будет высыпать прицеп клубники пойдет на тех же путях находится погнали это сделаем возвращаемся в паровозик начнем с сока потому что вот он прямо здесь находится вот этот восьмой бокс причем и друзья еще и до 20 лямов догоним прекрасно же сок выгружаем и переключаемся на пятый вагон нам придется выгружаться в бокс номер один и бокс номер два они находятся в самом начале а мы сейчас находимся в конце сок выгрузился девятнадцать семьсот погнали еще и этот вагон выгрузим снастаса и покрылзма мэйби оси но вот и все друзья 20 миллионов у нас есть отличный заработок и можно в общем-то на этом подводить некоторые итоги цветели можно принципе ты не продавать это большой роли сейчас не сыграет если мы откроем сегодняшний наш баланс доходы от продажи продукции 20 миллионов 700 тысяч но и доходы от продажи урожая 408 это клубника насколько я понял клубника это урожай а не продукция логично можно на всякий случай сохраниться я друзья знаете ли может быть планирую еще и поиграть здесь на всякий случай мы это сохранить сейчас мы возьмем друзья вот эту вот самую же себе шку и отвезем ее в порт я же сказал что посмотрим мы на не совсем фермерское занятие может быть кому-нибудь даже будет весело а пока я буду ехать хочу разумеется сказать пару слов во первых скорее всего друзья заканчивается у нас карьера на золотом колосе в принципе может быть я ничего не обещаю но может быть будут еще когда-нибудь стримы но вот в данное время вот у меня сейчас начало марта и в общем-то ситуация в мире не самое прекрасное из-за этого стримить я не очень хочу потому что всякие срачи и так далее для меня это сами понимаете мне это на хрен не надо вот поэтому скорее всего ролик по золотому колосу у нас последний может быть 22 ферме манускрипты чуть выкатят я же еще планирую поиграть на этой карте и для спонсоров некоторый контент еще записать правда я не знаю как там сейчас работает спонсор к короче в любом случае как минимум дискорде есть информация по этому поводу хочется друзья сказать огромнейшее спасибо разумеется автором этой карты за то что во первых предоставили мне и во вторых реализовали очень большое количество моих всяких хотелок может конечно я от лица общего потребительского так сказать это все дело говорил но много чего было реализовано просто потому что вот я так захотел и за это ребятам огромнейшее спасибо спонсорам разумеется тоже друзья огромное спасибо тяжелое сейчас время и в общем то лишнее банка пива в месяц это благодаря вам пиво лишним не бывает сами знаете вот тем кто смотрел это все комментировал вам ребята тоже огромнейшее спасибо конечно за все это ну и можно считать карьера была успешной не знаю мне она мне понравилось играть в это дерьмо что друзья дальше будет на канале я честно говоря на данный момент без понятия мысли есть но мне еще 7 марта эта серия выйдет только в конце марта вот надо будет еще оценить посмотреть вот каково это выкладывать ролики каждый день точнее через день как это сейчас у нас происходит что там с 22 фермой допилили нормальную карту не допилили и фит и все такое что там за звуки как будто кто-то выгружается слышите есть такое вот в общем можете написать комментарий как вам эта карьера мне будет интересно узнать ну и лайкусики поставьте да не жалейте не будьте жаденными а в общем-то садимся в наш паровозик и в кое-то веке поза стоям ба я же самое интересно это и не показал что если ничего хотел посмотреть во первых друзья мне прям очень интересно сколько за сегодня этот товарищ наездил почти 100 километров наездил за одну серию чисто с мясокомбината продавал всякую чухню вообще если так вот побегать посмотреть этот man это красный маном у нас работал на зерне в основном и на перевозке сыпучего он не так давно появился наездил 985 тел почти 1000 комбайн у нас тоже вот этот не так давно появился 140 километров наездил вот этот трактор у нас давно занимаясь перевозками он 2000 километров это довольно много вот этот комбайн 600 километров наездил у нас тоже самого начала такого был сначала этой карьеры косилка 119 километров но и в общем-то по остальным тракторам там ничего особо интересного наверное не будет какой у нас трактор еще мог наездить много джесси бишка а где она вот она 2000 километров и джесси бишка накатал молодец она также можно залезть в рейтинг статистику посмотреть 65 выполненных контрактов животное это такое контракты в этой карьере мы не делали это с прошлых осталось обмолоченная площадь 3000 гектаров это довольно много 950 часов мы на этой карте провели с вами именно отснятой карьеры стримы и все такое прочее кстати сколько у меня всего ферме то наиграно 2983 часа на самом деле очень много всяких у меня и своя карьера была иногда для себя разные проектики я сделал плюс куча тестовых сейвов когда это выходили китаб новый посмотреть что-нибудь там снять ролик гайд и так далее создавалась так что ну на этой карте у меня точно больше тысячи часов проведено сделки с монетами 7 охренеть как много я такого честно говоря не помню но да ладно возможно тоже из прошлой карьеры железнодорожное нарушение 5 этого я тоже не сильно помню кстати по не так давно было минус один но ладно не найденных монет осталось всего 36 штук в наличии монет 22 монеты получается не перенесли с прошлого сейва то есть карты они исчезли в карман к нам не перенеслись рейтинг 172 можно еще открыть друзья статистику общую по ферме наверно вот это да обработана 7560 гектаров это охренеть какая большая площадь на самом деле засеяно 2200 удобрено 1100 собрано урожая 3100 но собрано урожая больше потому что больше контрактов делалось именно на уборку урожая время обработки 1000 часов ну понятно что там если до 2 единицы техники работала она суммировалась но и время сборки урожая то же самое большое пройдено расстояние 18000 километров за две карьеры у меня тут накрутили это 18000 километров это довольно интересненькая цифра и я не знаю что тут пройдено расстояние водителями а.д. типа автодрайв не учитывается я сам 18000 намотал но я в этом очень сильно сомневаюсь хотя вот за сегодня это пошло то есть она хрен его знает как это считает паровоз же в этом не участвуют непонятно но да ладно в любом случае на автодрайвить 40 тысяч километров накатали пацаны обалдеть 158 тысяч литров топлива было потрачено что на паровоз тут вы видите топлива тратится у нас паровоз заведет сейчас то он учитывается миллион литров семян было потрачено 3 миллиона литров удобрений было потрачено с копейками 3788 птюков было затюковано деревья мы в этой карине сажали это с прошлой и повалены соответственно тоже 761 контрактик но и 950 часов вот такие вот пироги слушать а мне прям интересно если мы сейчас так стоям бы хотя давайте назад тоже прокатимся чуть-чуть просто посмотреть идет ли статистику пройденное расстояние наш топливо вот капает а пройденное расстояние нет не капает ну как бы и фиг с ним ладится в общем то друзья я все сказал может быть будет еще какой-то то есть я у меня есть мысли отснять еще один проект по этой карте скажем так я если и начну его снимать то спонсором он сто процентов пойдет а общий доступ он пойдет только в случае если я его от сниму от начала до конца так что сами думаете интересно вам это или нет вот на этом у меня друзья все всем огромное спасибо за просмотр с вами был никита зилой мы поехали сбивать трактор и всем пока ким а и у и и и Субтитры создавал DimaTorzok